Что же из себя представляет уход за кожей? Существует базовый уход за кожей и существует дополнительный уход за кожей. То есть базовый уход за кожей включает в себя 4 этапа ухода за кожей лица. Я думаю, что вы прекрасно их знаете, но как правильно запомнить эти этапы, сейчас я вам расскажу. 4 этапа. Первый этап очищения, второй тонизирование, третий увлажнение, дневной крем, четвертый питание, ночной крем. Обычно мы в офисе рассказываем вот такую байку. Некоторые женщины говорят, что они не ухаживают за своей кожей, умывают лицо мылом и совершенно не видят в этом никакой нужды. Поэтому я всегда рассказываю такую историю. Представьте картошку, наверное, картофель все варили. Так вот, для того, чтобы сварить картофель, чтобы он попал на стол к нам вкусный в виде пюре, например. То есть мы сначала его моем, потом мы его чистим, потом мы его кладем в воду, чтобы он у нас не пожух и чтобы он у нас сохранил тот цвет, который мы видим первоначально после чистки. Затем мы его варим и добавляем маслице, добавляем, может быть, кто-то яйцо добавляет, молочко, для того, чтобы пюре было вкусное и полезное. Так вот, если уж мы так за картофелем укаживаем, то почему не укаживаем мы за своей кожей? И вот когда я работала на продажах еще, сейчас я, в принципе, продажами уже не занимаюсь на сегодняшний день, а учу других работать на продаже. У меня клиенты иногда часто заказывали или очищающее средство, или тоник. Но я всегда им говорила, вот эти два продукта должны быть обязательно совместно использованы, потому что они друг друга дополняют. Очищающее средство, оно несет свою функцию, оно растворяет загрязнение на лице. А тонизирование тоники, они убирают остатки очищающих средств, подготавливают кожу к принятию крема, скрывают поры, стягивают их для того, чтобы крем и макияж дольше держался. И транспортируют крем в более глубокие слои кожи. Поэтому эти два продукта, очищающие средства и тонизирующие, это у нас очищение, к ним относятся продукты такие, как гели, пенки, молочко. И к тонизирующим продуктам относятся тоники, они должны всегда использоваться в паре. Вот я своим клиентам всегда говорила, или вы у меня покупаете оба продукта, или я вам ни одного не продаю. Потому что я знала, что эффект от двух продуктов будет гораздо выше, чем от одного. Еще есть одно такое правило, обязательно. Когда мы смываем макияж, мы должны это делать регулярно и утром, и вечером. Вот иногда бывает, женщины говорят, зачем мне, ну вечером понятно, косметику смыли. А зачем мне утром умывать свое лицо, потому что я в принципе не наносила же косметику на ночь. Я всегда привожу вот такой пример. Вот представьте масло сливочное, вы оставили его на столе на ночь, забыли. Что с ним происходит? На утро оно становится, покрывается пленочкой, оно становится такое немножко, может быть, даже прогорклое. Поэтому вот ночью наша кожа интенсивно работает. И, соответственно, вот результаты этой плодотворной работы нашей кожи с утра нужно убрать. То есть для того, чтобы мы уже наносили макияж и наносили кремы на чистое лицо. Поэтому обязательно, да помните, первый этап и второй используются совместно и используются и утром, и вечером. Теперь поговорим про увлажнение и пропитание. Увлажнение – это крем, который содержит увлажняющие компоненты. Обычно это дневной крем. И очень часто клиенты говорят, у меня сухой тип кожи, потому что она у меня шелушится. На самом деле шелушение – это признак обезвоженной кожи. Шелушение может быть и у сухого типа кожи, и у жирного типа кожи. И на сегодняшний момент, если вы на своей коже ощущаете признаки шелушения, это значит, что вашей коже не хватает влаги. Поэтому обязательно дневной крем должен быть увлажняющим. Вот когда я только начинала свое знакомство с продукцией Арифлейм, я купила себе крем Алоэ. И вы знаете, когда я начала им пользоваться, это был увлажняющий крем Алоэ, так и назывался он, увлажняющий крем Алоэ. Это был 2000 год, еще до прихода в Арифлейм. Я просто его купила у консультанта. Я начала им пользоваться, и у меня очень-очень сильное началось шелушение кожи. Я отдала его мужу и сказала, муж, давай после бритья можешь им пользоваться. Но потом однажды я листала отрывной календарь, вот раньше такие были, знаете, в домах, где там нужно было отрывать по листику. И однажды я прочитала, что если у вас шелушится кожа, значит, вам недостаточно увлажнения, и нужно пользоваться увлажняющим кремом до тех пор, пока у вас не исчезнут признаки шелушения. И я поняла, в чем дело. Оказывается, когда я начинала пользоваться увлажняющим кремом, у меня интенсивно стали шелушиваться верхние слои кожи, потому что кожа состоит из нескольких слоев. И мне не хватило совсем, наверное, чуть-чуть, для того, чтобы на поверхность как раз появилась та кожа, которая была очень хорошо увлажнена. И вы, наверное, тоже замечали, что когда вы начинаете пользоваться помадой иногда, на губах образуются пленочки. Так вот, это то же самое. Когда помада содержит увлажняющие компоненты, и если у вас кожа губ испытывает недостаток в этих компонентах, то вот она начинает интенсивно шелушиться. Это не помада скатывается, это как раз счищаются вот эти верхние слои. И нужно взять или скраб помочь от шелушивания, или нужно продолжать пользоваться этой помадой, пока у вас пленочки не исчистятся, и потом будет кожа идеально гладкой. Поэтому дневной крем обязательно должен быть увлажняющим. Вот существует еще ошибочное мнение, что кожу нельзя увлажнять зимой. На самом деле увлажнять кожу нужно и зимой, и летом, потому что зимой у нас недостаток влаги в воздухе, и мы очень большое время проводим в помещениях, где у нас и кондиционеры работают, и батареи центрального отопления. Поэтому кожа наша и сушивается. Ну и летом под жарким солнцем обязательно, обязательно нужно более интенсивно увлажнять кожу, потому что солнце очень ее пересушивает сильно. Четвертый этап – это питание. Ночной крем. Ночные кремы, они обычно более обогащенные, чем дневные кремы. Еще скажу одну разницу между дневным и ночным кремом. Дневной крем всегда обычно содержит солнцезащитный фактор. И поэтому, если вы увидите на креме написано SPF, и там поставлена цифра, или 15, или 20, или 8, то это значит крем дневной. Такие кремы ни в коем случае нельзя наносить на ночь. Если на креме не написано SPF, то можно такой крем использовать и в дневное время, и в ночное время. Если другого не рекомендует каталог или компания. Обязательно питание в ночной период используется. И питательные кремы, они помогают коже восстанавливаться. Они ее заставляют работать для того, чтобы она выделяла токсические вещества более активно. Мы сейчас рассмотрели с вами 4 этапа очищения, тонизирования, увлажнения дневной крем и питания ночной крем.